Вот как я завтракаю. Вот, сообразила. Смотри на то, как я завтракала. Ребят, блять. No understand. Это мой губанок. How are you? Good. No, или so-so. Это, наверное, единственное, что я знаю по-английски. Я знаю по-английски. Спасибо. Очень вкусно на самом деле. Я даже пост выстрела набега. Но тут чуть-чуть. Типа я половину делала. А не целую чашу. Короче, творог обезжиренный. Греческий йогурт, нитарин, письма и яблоко. Это очень вкусно. Это второй мой любимый завтрак после авокадо-тоста. Викторины я обожаю. Зорог обезжиренный. 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 Тоже. Я сургутин. Я сургутин. Все я поела. Ну, что хуже. Надо уже нервы кричить. Так мне через полчаса выходить на работу. Я успею закрасить. Так. Ты разобрал. Я успею закрасить. Уске закрасить. И, конечно, спасибо. Учем. 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 Ладно, поставлю, буду пить и краситься. Замочим тарелочку. Замочим спонж. Это был Мокбанк. Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики. И я с вами на канале Ангелинка Стайл. Мы сидим на кухне с моей бюджетной дешмасской косметикой. И я буду показывать, значит, как мой дневной макияж. Вот. Мы берем тональную основу. Здесь рекламу делать нельзя, поэтому я показывать не буду. Может, вы, конечно, там увидите, там и все такое. Но перед этим, перед тем, как нанести тональную основу, когда я, значит, принимала утренние ванны, я милым образом... Ой, испачкалась. Значит, умылась, а потом нанесла крем для лица. Ну, он у меня специально ее в аптеке покупала. У вас там какой хотите, короче, чтобы была основа под макияж. Обязательно, кстати, еще наносить... Наносить SPF. Но так как я работаю в милой кондитерской, и там как бы немножко жарко, и немножко как бы... Немножко мы носим маски, а из-за этого у меня лицо ужасно потеет. Вот, и как бы... Она у меня не сухая, а такая более комбинированная. Поэтому я SPF не наношу, потому что она у меня будет еще жирнее, и еще потнее. И глаза у меня будут щипать. Я не знаю почему, но от SPF у меня глаза щипят. Ну, я думаю, что в моей тональной основе есть SPF. Это, короче, защита от солнца, чтобы кожа... Чтобы морщинки не появлялись, чтобы защитный барьер кожи лица защищался от лучей солнца. На самом деле... Ага, витамин D, который находится в солнце. Ага, он не особо ты полезен. Ну, то есть, полезен, наверное, в каких-то определенных размерах. А когда солнце палит, и у тебя лицо потом загорает до такой степени, что все краснеет, и ты... Ага, перегораешь? Загораешь, точно. Это плохо сказывается на защитном барьере кожи лица. Это я знаю. Поэтому SPF защита, значит, от солнечных лучей, от сильного их влияния, должно наноситься на каждую вашу кожу. Потом берем мой огрызок, карандаша для бровей. Мне его надо купить, у меня уже заканчивается. И как бы причесываем брови наверх. Но это моя тактика окрашивания брови. То есть, они у меня такой формы, не знаю, какой, как у вас. И, значит, просто у меня... Ну, вроде норм форма, меня устраивает. Я там кое-что подделываю, они там разные немножечко. Я стараюсь сделать их... Стараюсь. Стараюсь сделать одной формой. Просто подкрашиваю там уголки и вот здесь вот... Вначале вот здесь вот... вот здесь вот краешек тоже довожу. Как бы саму бровь не трогаю, потому что, ну, как бы, зачем? Просто где пробелы крашу и все. И потом... Видите, она некрасивая. И потом я ее вот так вот просто шелкаю и зачасываю наверх. А получается такая милая бровка. Вот тут вот сейчас еще немножечко. Перепрестись, башка обрядная. На работу идут, где-то не башку. Ничего страшного. Продолжение следует...